В России продолжает раскручиваться санкционный маховик. Возникают проблемы в самых различных отраслях. Из-за дефицита деталей российские власти отменяют запуски скоростных поездов, замораживают ремонты дорог и мостов, самолеты приходится разбирать на запчасти. Как санкции уже сказались на России, что ждет страну в будущем, расскажем в нашем материале. Скоростные поезда «Ласточка» в отдаленные регионы России, из Новосибирска в Барнаул, власти страны обещали запустить еще в 2020 году. Время в пути составит около трех часов. Тогда помешал коронавирус, теперь санкции. Ну и сейчас, как вот такой подарок, смотрим пока экскурсиву. Поезда конструировали из комплектующих, которые поставлял концерн «Сименс». Эта компания работала в России с перерывами 170 лет. В марте она приостановила свою деятельность на российском рынке, а в мае объявила, что закрывает бизнес полностью. Для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет. Еще странская Россия. Сейчас в России используется около 260 ласточек и 16 сапсанов. Детали для них покупались за рубежом. Теперь же запчасти будут снимать со старых поездов для работы новых. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали в РЖД. Сапсаны мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать. Жителям Сибири запуск поездов анонсируют с 2014 года. Сейчас там ходят электрички. Из-за санкций в городах России уже замораживается ремонт мостов. К примеру, в Новосибирске открыть одну из центральных магистралей должны были к середине ноября. Однако терпеть неудобства и пешеходам, и автомобилистам придется еще не один месяц. Западные компоненты больше не поставляются в Россию. Около 50 самолетов государственной компании «Аэрофлот» находятся в простое также из-за санкций. У компании не хватает предкрылков, фар, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с механизмами для тормозов. Об этом сообщает издание «База». 25 бортов уже каннибализируются. С них снимают исправные детали. Чтобы выводить на рейсы можно было другие самолеты. Перебои уже наблюдаются и в работе мобильного интернета. Из-за прекращения поставок сетевого оборудования в России возник дефицит частот. Как выяснили аналитики агентства «Телеком Дейли», скорость уже снизилась на 1 мегабит с 21. Помочь разгрузить сети может внедрение 5G. Но для этого в России нет оборудования.